Не хотел ходить по одной плашке. Твоему ребенку не придется страдать, если она правильно будет воспитана. Это счастливый муж покорной жены. В мусульманстве стоит это на первом месте. И говорят, а к чему ты мусульман стоишь? Нам перед мусульманами еще придется не один раз голову склонить. У них, если она оказалась не девушка, вы знаете, что с ней будет? И поэтому в Азербайджане говорят, как только спор зайдет, а ну бывает мужик такой, да я взял тебя порченой, ты была всем, так они там родственники, все расписались на этой ночной простыне. Они на дворе расселают, считают пятнышки, сколько все. Это послебрачная ночь. Вот свидетели, что она была девушкой. Признаки девства не обнаружено. Это Библия говорит. Придайте смерти. Я говорю, если у нас это включить, нам хоронить некому будет. Потому что родились уже от сорокового колена блуда. Не венчанные все жили. Никого не признавали. Ее береги, как зеницовок, ты за нее отвечать будешь. Хороший, нежный, послушный ребенок растет тогда, когда отец строгий. И от крика ребенка никогда не тревожься. Тревожишься будешь потом. Когда она приведет себе, без разрешения выйдет, приобретет такого мужа, крутого, и он тебя будет за пятерку душить, вот тогда ты орать будешь. А чтобы она вышла за хорошего, ты ей должен выбрать. Предлагали, она говорит, мне не нравится. Хорошо, снова работает. Наконец находятся родители, кто соблюдает делу свою. Речь идет о родителе. Без ведома родителей ни одна не выходила. Никогда. А с таким характером она на крик все возьмет. И не возмущайся, когда тебя научают. Вопросы? Да нет вопросов. Так, ты отец. Я тебе сказал про нашу Валю, сестра моя. Представь себе. И она работала на производстве, там где еще. Я говорю, ребенок-то тоже так было плачет. Там все в порядок, он сухой. Мне Володя запретил подходить. Так Володя на работе, но он же запретил, мой муж. Он сказал к ребенку не подходить, когда он сухой, одетый, и все нормально. И он, у нее семеро ребятишек, ни один не тиранил. Не было этого. Я сам свидетель, батюшка, он не до конца рассказал. Он только о Марье рассказал, а я знаю про других. Я показал это на примере важных событий, людей, известных на весь мир, что над дитями они не тетешкались. Ребенок должен понимать, это отец, его зря не надо тревожить. Ты должен быть все время в боевой форме, работать. А ты, если ночью с ней провожался, какой-то работник-то. Ты о вами на дороге сделаешь, по чужую машину заскочишь. Тебя ждет КамАЗ. Говорит, так у вас какая-то жесткая программа, а другой не понимает, говорит, жестокая. И это разница. Жесткая, это та конструкция, которую Бог усыновил. Еще в раю сказано было, что власть мужина женою, и муж будет господствовать над тобой. Это первая власть. А дальше родители над детьми. Вот этой властью воспользуйтесь. И ты не позволяешь, чтобы они ребенка уродили. Но сначала отцовой поработай. Ко мне вопросов нет, расходимся. Христос воскрес! Христос воскрес! Спасибо, Христос. Игнатий Киканович, кто бутылки взял?